Предлагаю связать шапочку-корзинку. Но сначала хочешь я покажу тебе фокус? Конечно хочу! Смотри, как быстро и просто получается шапочка. Раз! Вау! А давай также платье, а? Конечно, так можно что угодно, но в фокусе самое интересное, раскрыть его секрет. Будем раскрывать? Ага! Ну тогда с самого начала. Берем 4 цвета пряжи и снимаем мерки с модели. Окружность головы 47 см. Длина изделия от бровей до основания головы 33 см. Ширина планки 12 см. И все? Ну почти. Надо сделать выкройку. И чтобы было побыстрее и без расчетов, делаем ее в программе Книдстайлер. И если ты когда-нибудь потом захочешь связать еще такую шапочку, ну например в подарок или для заказчика, тебе уже не придется вспоминать, как выглядит ее выкройка. Из объема головы вычитаем ширину планки. Это 35 см. Строим прямоугольник. Основание 35 см и высота планки 12 см. И вверх откладываем длину изделия минус ширина планки. Ага! На калькуляторе считаешь. Ну, зато точно не ошибусь. Ну, теперь все. Где шапочка? Не торопись. Осталось только связать. Давай! Набираем указанное программой количество петель и провязываем нужное количество рядов. Смотрим на экран. Но сначала для красоты выполняем зубчатый подгиб. Провязываем 5 рядов и переносим каждую вторую петлю на соседнюю иглу. Все иглы ставим в рабочее положение и провязываем еще 5 рядов. Надеваем наборный ряд на иглы. Подгиб готов. Узор шапочки это простые буфы. Можно выполнять защипы через 20 игл в шахматном порядке. Дошли до убавки. И снимаем все петли на бросовую нить. После окончания вязания выполняем обратный зубчатый подгиб. То есть делаем то же самое, что в самом начале, только на верхней части шапочки. Обратите внимание. Нюанс вязания в том, чтобы совпадали полосы на соединении вставки и основной части. Поэтому самый простой вариант оформления это выполнять полоски основного цвета по 4 ряда и разделители по 2 ряда. Связали. Все, теперь можно примерить? Можно, но давай сначала выполним сборку. Ну давай, но только побыстрее, а то на фокус уже совсем не похоже. Да, но мы с тобой раскрываем его секрет. Потерпи, это бывает совсем не быстро. Проверяем попали в размер или нет. И если все в порядке, продолжаем. Петли сбросовой нити надеваем по 2 петли на одну иглу и выполняем обратный подгиб, как на основной детали. Измеряем длину узкой части. Умножьте полученные сантиметры на петельную пробу пряжи. У меня это 2,5 петли в 1 сантиметре и получаем 50 петель. Берем их 3 раза. Это 150 петель. Это наш размер оборок. 150 петель на 6 рядов. Ну, давай для тебя еще один маленький фокус. Раз! Ух ты! Всегда бы так! Собираем шапочку. Навешиваем длинную часть лицом к себе на 50 игл. Надеваем оборку по 3 петли на одну иглу. И сверху надеваем короткую часть. Сколько надевать? Ориентируйтесь на полосы, не ошибетесь. И соединяйте 3 полотна обычной косичкой, но только рыхло. Доходите до одного полотна оборки, соединяйте косичкой с накидами. Одна петля соединяет детали, вторая воздушная. Ну, теперь все? Да, теперь все. Шапочка готова. Не, это долго. Фокус лучше. Конечно лучше. Но, чтобы его показать, придется все связать как обычно. Жаль, а так было бы здорово не вязать. Ты рассуждаешь, как почти все начинающие вязальщицы. Существует даже множество легенд о вязальных машинках. И одна из них рассказывает о том, что в каждой вязальной машине есть волшебное место, куда надо быстро бросить пряжу. И тут главное поймать готовую вещь. Поймаешь – платье твое. Ух ты, и как? Получается у кого-нибудь? Знаешь, нет, пока еще никто не нашел этого места. Но поиски продолжаются. Уж очень не хочется учиться строить выкрики, считать и вязать. Понимаю. Мне тоже совсем не хочется. Так, а шапочку хочется? Да, хочется. Очень. Ну тогда давай, пока ты будешь заниматься поисками, мы с тобой начнем с того, что научимся строить выкрики в программе Книдстайлер. Посмотри, под этим видео ты видишь ссылку на курс Книдстайлер за 5 дней. И хочу тебе сказать, что умение работать в этой программе – половина успеха в вязании. Да, но волшебное место машинки я все-таки поищу. Конечно, ищи. И знаешь, чем отличаются вязальщица-мастера и вязальщица-теоретики? И чем же? Теоретики только и делают, что ищут какие-то схемки, секреты и волшебные кнопки. А мастера просто берут и вяжут. Продолжение следует...